Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как выяснилось вчера, активные поколения На неделю продлили срок приема заявок Мы сейчас расскажем чуть более подробно Что это за грантовые конкурсы Какие проекты кировские на них заявлялись Кто имеет Самые большие шансы Я понимаю, что наши гости Наверное, не оценивают И не принимают окончательное решение Но все равно они экспертное мнение свое высказать смогут Ну и вот тут у нас в перерыве до эфира Уже озвучивались названия Некоторых проектов Они меня очень заинтересовали Вот конкурс грантов «Активное поколение» направлен Я так понимаю На проекты для людей старшего возраста И вот проект под названием Гормон и я Меня очень заинтересовал Сейчас Наталья Ивановна будет нам рассказывать Честно говоря, это был вчера проект под занавес дня Рабочего дня Пришла последняя заявка на 23 мая Заявка это из Амуднинска И называется она так Проект по созданию мужского бимодульного клуба пенсионеров Гармония Гармония Ну, здесь большими буквами как раз написано Гармон и я И маленькая Да, они совершенно правильно сказали Это мужской клуб Это мужской клуб А что такое бимодульный клуб? Мы пока не знаем Загадка для нас И поэтому интересно рассмотреть заявку Но в состав группы активной, которая эту заявку подала Входят мужчины-пенсионеры Которые в прошлом работали в сфере культуры И они хотят что-то интересное создать Вот я даже хотела бы посмотреть на это И я голосую за эту заявку Название клуба Гармония Гармония Это результат этого проекта Улучшение социального статуса мужчин-пенсионеров Вот Это очень серьезно Наконец-то о нас вспомнили Наконец-то социальный статус мужчин-пенсионеров Сами же мужчины И второй результат Кстати, не менее важно Мы уже говорили когда-то с Владимиром Ивановичем о том Что мужчин не хватает в проектах старшим поколениям Это увеличение числа мужчин Пожилого возраста Активно участвующих в различных проектах В творческих формах деятельности Я уже две руки за эту заявку подниму Я считаю, что она достойна того Чтобы получить свою награду Ну давайте все-таки более серьезно Чуть более серьезно Может быть по количеству Да, уж серьезнее ты Это очень серьезно Правда, ну как Пристыдило меня По количеству заявок Давайте я не знаю, кто первым нам расскажет Потому что все-таки мы являемся непрямыми координаторами этого проекта На самом деле результат нас очень радует в этом году Активность нас радует Потому что мы приняли 36 заявок А конкурс еще продолжается неделя То есть третий год мы проводим этот конкурс И не спадает активность Наоборот увеличивается Мало того, мы еще ждем Порядка десяти точно заявок Поскольку вчера мы уже людям давали возможность Кто посылал, доработать еще неделю Ну, до ума довести некоторые моменты Хочу сказать, активность проявляют Конечно, муниципальные образования 16 муниципальных образований приняли участие По крайней мере, вот на данный момент Это здорово Треть районов Причем районы очень дальние Досиновец, Туша, Верхнекамск, Афанасьево Мало того, мне очень порадовало В этом году у нас не было никогда проектов От общества слепых Ну, то есть от тех организаций Которые занимаются людьми С ограниченными возможностями слуха, зрения В общем-то, три заявки мы от них приняли Раньше не было, а в этом году есть Вообще ни разу не было В этом году есть Но в этом году меньше инициативных групп То есть вот инициативных групп Где три человека могут собраться И тоже осуществить проект Ну, потому что там гораздо меньше суммы И в этом году очень Может быть, активность объясняется тем Что суммы бюджета увеличены 150 тысяч юридическому лицу Ранее было 120 И инициативной группе 30 тысяч До 30 тысяч Бюджет проекта может быть Поэтому тоже интересно Есть где развернуться Мы можем сказать, сколько вот из этих 36 Будет выбрано победителей сейчас? Нет Не можем Я не могу сказать точно Работает экспертный совет региональный Он у нас уже практически сформирован Согласовываются кандидатуры Но у нас он Костяк у нас есть Но каждый год меняются Несколько человек Хочу сказать, что мы можем Рекомендовать на межрегиональный Экспертный совет Все 36 заявок Если они будут хороши А уже межрегионально Внилось окончательное решение Если мы сравним с итогами Прошлого года По прошлому году Сколько было победителей В Кировской области? Было 29 заявок Ну, было больше заявок Но не прошли техническую экспертизу 29 заявок Допущены конкурсы 10 заявок были поддержаны То есть есть надежда на то Что каждый третий Практически каждый третий проект Из Кировской области Может Я в это верю Может выиграть Как минимум Ну, а к этому конкурсу Наверное, следует добавить То, что это уникальный конкурс Тем, что Заявителями могут выступать Не юридические лица А инициативные группы Вот Наталья уже об этом сказала У нас немного конкурсов Где вот люди Объединившись там По принципам просто интересов В какие-то Не создавая там организации Могут подать заявку А это многих пугает Да, потому что отчетность Инициативные группы у нас Больше, чем юридических организаций Тем более живых юридических лиц Поэтому этот конкурс Он открыт, он уникален И опыт прошлых лет Показывает, что Инициативная эта группа Это сила Для Кировской области У нас много Много проектов В первую очередь Районных проектов Которые идут Именно как Инициативные группы В прошлые года Побеждали Достаточно Уверенно И хорошо Очень реализовывали проекты Интересные проекты были Да, поэтому я Очень надеюсь Что и в этом году Вот сейчас как раз Неделя В большей мере Наверное Для инициативных групп пойдет Вот Ну и второй момент Это то, что Конкурс Получается больше Все-таки Областной Нежели городской И это там тоже Немаловажно Потому что Есть возможность У участников Из области Ну в целом Очень много Своим размером Грантов Именно на малые территории Там В основном Не участвуют Крупные организации Крупные города Там Он открыт Именно для малых территорий И вот Как бы так Работать конечно В Кировской области Надо Но там Сама по себе География активности Она говорит о том Что конкурсы попадают Туда куда надо То есть именно Районы Хотя Перечень районов Активность районов Она тоже Ну такая Какая такая Ну скажем так Есть традиционно Активные районы Это Слободской Кирово-Чапецк Оричи Амутнинск Вот Они Достаточно Активно Из года в год Да Из года в год Там 2-3 Организации Из этих районов Там выступают Заявителями Не видно Других районов Вот Эта проблема Даже насколько я понимаю В рамках ППМИ Подчеркивалась В том числе Когда обсуждали Итоги прошлого года И итоги заявок Вот по этому году Да Поступающих Говорилось о том Даже в правительстве областном Что есть районы лидеры Есть организации лидеры Которые постоянно участвуют И что надо подключать тех Кто ленится И сидит в тени Ну невозможно просто так взять И надо подключить Мы говорили об этом Ну раскачать надо Я имею ввиду Говорили об этом После поездки На зимнюю школу Комитета гражданских инициатив Где коллеги Николай Плюснин Евгений Дрогов Миш Шевелев Которые являются Экспертами Так же как Михаил Курашин И Наталья Шитько В различных Там И конкурсах И инициативах И так далее Вот это наш Истинный ресурсный центр Который сейчас На расхват по всей стране Но никак В меньшей степени у нас В меньшей степени у нас Говорили о том Что безусловно Необходимо Создание Некого центра Теперь уже ресурсный В зубах просто Навяз Потому что Создается в Кирове Ресурсный центр Для галочки Чиновниками И прям такое большое Разочарование И уже это Словосочетание Начинает само себя Дискредитировать И неправильно Но мы там Познакомились С замечательными Ребятами Совершенно из Перми Где существует Большой проект Поддержанный Правительством Это факультет Муниципальный факультет И эти люди Истинный ресурсный центр Которые ежемесячно Проводят учебу С муниципальными Служащими Там сформируется Активное ядро В каждом муниципалитете Человек по пять Которые знают все Они знают технологии Потому что Вы их передаете Им Настоящий ресурсный центр Они знают Где какие гранты Они знают Что лучше для района Они начинают Сами двигать Эту историю То есть Так вот сидят Бедные чиновники Там в правительстве Говорят Да Что-то у нас В Лузском районе Совсем плохо Денег нет Это вот если в Лузе сидят Они говорят Мы ничего не знаем Нам так далеко А здесь правительство В Лузе все плохо В Малмыже хорошо Надо бы Луза Чтобы подтянулась Луза никогда не подтянется Потому что она не обладает Этими технологиями Там все вяло Но вот эта вот история Про муниципальный факультет Она мне правда Очень понравилась И заразила Я даже Александру Анатольевичу Чурину Первому зампреду Правительство Значит Говорила Что надо бы Что-то такое у нас создать Потому что у нас Есть все ресурсы И этот центр Может работать С муниципалитетами Для того чтобы Муниципалитеты получали И равные возможности В доступе К различным ресурсам И главное Знания Очень важны Это самый главный ресурс На самом деле Но пока что Эта история не движется Возможно в этом году Что-то изменится Свет Давайте начнем с того Что на самом-то деле У нас все это было Так вот Сейчас мы вот здесь Сделаем перерыв И продолжим После Через полминуты О Деньги видите Исперми Про деньги Сейчас мы продолжим Разговор Итак На самом деле Все это было Мы остановились на том Что Наши муниципалитеты Во-первых Неравномерно Так сказать Активность Распределена по области Да Есть активные районы Которые участвуют В различных конкурсах Они обладают знаниями У них сформированы Ядра группы Которые подаются Да На различные гранты И в том числе И в тех конкурсах Которых мы сегодня обсуждаем Активное поколение Православная инициатива А есть муниципалитеты Где все это вот глухо Да Они из года в год Не участвуют И что с этим делать Я привела пример Перми Где работает проект При поддержке правительства Пермского края Муниципальный факультет Где истинный Хорошо работающий Ресурсный центр Обладает не только Ресурсами в виде Людей Которые обладают знаниями Работают с муниципальными Служащими Но еще и деньгами Не маленькими Которые выделяет правительство Для того Чтобы вот эта работа Системная Велась с муниципалитетами И чтобы все муниципалитеты Там Как единое целое Как сеть работала Да Вот появилась инициатива В центре дернули Все уже знают Что с ней делать А Михаил Курашин Сказал У нас все это было На самом деле у нас все это было На самом деле у нас все это было Если откатиться чуть-чуть назад Лет 15 назад То у нас как раз в Кировской области Ну по крайней мере могу точно отвечать По направлению молодежи Тогда Искали тоже предназначение Дворца молодежи Который ты занимался Да И мы предложили именно Дворец молодежи Как ресурсный центр Были образовательные программы Были Мероприятия связанные С повышением качества управления Молодежными организациями Отдельное направление И так далее И там 2013-2014 год У нас было там Порядка 13 грантовых конкурсов По линии комитета по делам молодежи И он давал результат Та же самая работа была По линии культуры На базе областного дома народного творчества Была отдельно организована Лаборатория социального проектирования Через которую прогоняли Специалистов районных сельских Домов культуры И потом это накладывалось На те конкурсы Которые проводились По линии комитета управления Департамента культуры Подобную работу начинало образование Но у них ограничилась В основном система Повышения квалификации Без каких-либо конкурсов Хотя проектный режим У них заводился В другие форматы И те знания, которые получали Они им были необходимы То есть это все было И куда все делать? Ну тут можно говорить О двух сторонах Первое это то, что Все это действительно достаточно затратно И требует определенного времени Для того, чтобы эволюционно развивать Потому что создать массу проектов Выделять под них деньги Ну на примере проекта местных инициатив Расскажу Попомои Попомои, да Первые года мы не получали Должного результата от этого проекта Все это прекрасно знают Было тяжело убеждать Было тяжело контролировать Эти средства Потом, когда это все раскатилось Стало достаточно понятно Вот есть хороший проект Есть инициатива Есть отчетность Есть показатели эффективности Вот как бы так весь этот процесс Он в конечном итоге Должен выводить на то Что деньги Бюджетные деньги Выделяемые на подобные инициативы Должны быть оцениваться По эффективности Экономической эффективности Социальной эффективности И так далее Наши конкурсы Не дожили до этого этапа То есть у нас решили Вот есть деньги Есть организация Давайте мы быстренько Все раздадим И как бы так Быстренько отчитаемся Быстренько отчитаемся Понятно, что в глобальном плане Изменений не происходило Деньги осваивались А изменений на лицо нет И автоматически возникал вопрос Как бы так Что финансируем Это первая сторона И вторая сторона Появление Конкурса президентских грантов Как не прискорбно Об этом говорить Он помешал Он помешал Потому что когда появились Крупные конкурсы На региональном уровне Не только в Кировской области И во многих регионах Сказали Ну что мы свои будем Тут конкурсы проводить Вот есть конкурсы федеральные Вот ребята Участвуйте все там Дуйте и деньги Дуйте все туда Дуйте и деньги И все И как бы так Отпихнули всех туда И мы занимаемся Только тем Что вот как там 5-6 лет назад было Там Министерство внутренней политики Провело семинар О том Как составляется Заявка на президентский грант И дальше поднимают ручки И все и ждут Ну там победили Отлично Не победили Ну ладно К нам по крайней мере Вопросов никаких Мы семинар провели Мы все организовали Поэтому как бы так Конкурс президентских грантов К сожалению Сыграл Медвежью услугу Нам Вот как раз В этой части Сейчас ситуация Очень хочется Что вот Те эксперты О которых вот Светлана говорила Уже на протяжении года Долбят Нашего губернатора О том Что там Давайте мы к этой теме Все-таки вернемся И я хочу поблагодарить Эхо Москвы За то что Мы уже встречаемся Третий или четвертый раз На эту тему И там И общественная палата На эту тему Обращает внимание Но на этом фоне Вот очень показательный Был пост одного из экспертов Андрея Плотникова В фейсбуке Где он разместил фотографию Годовой встречи С губернатором И с надписью Год прошел и что Да То есть вот Год прошел и что На самом деле Там за этот год Кроме разговоров О том что Мы создаем ресурсный центр Мы там слабо Куа продвинулись Тут история Это ведь Не только в губернаторе И не в губернатор Наверное упирается Потому что Этой деятельностью Занимается Министерство Внутренней И информационной политики Именно они Ответственны за то Чтобы создать Правильный ресурс И действовать А там непонятно Кто муниципалитетами Сейчас занимается Вообще Вот я об этом и говорю То есть Я сейчас Официально заявляю Что я против Региональных грантовых конкурсов По одной простой причине У нас неготовая инфраструктура Нам необходимо А Создать полноценный Единый Полноценный Ресурсный центр Вот все эти остальные Ресурсные центры Доброводства И так далее И тому подобное Они должны стать Составляющей частью Ресурсного центра Основного Областного Регионального Для этого Там не требуется Никаких денег Не требуется Никаких Серьезных Организаций Это всего лишь В данном случае Завести Все эти ресурсные центры Так называемые Под Одну шапку Это первое Второе Необходимо В рамках ресурсного центра Понять К чему мы идем Вот здесь Это диалог Общественности Власти В том Что мы хотим Собственно Приоритеты развивать Было бы сейчас Глупо Отказываться От успешного проекта По ПМИ Согласна Это была бы Величайшая глупость Я на Дальнем Востоке Рассказываю По ПМИ И у меня Как бы так У всех Там вот такие Глаза Что это Как такое Можно сделать Как бы вообще Люди говорили Деньги Отдать Вот Сейчас вчера Бизнесмены сидели здесь И каждый Ссылался на ППМИ Говорил Вот это проект Бизнес Все правильно И поэтому Вот как бы так Нам необходимо Эти вещи Все сейчас И подтягивать И беречь И формулировать Заказ В том числе Вот и общество И власти На то Что там ППМИ Остается приоритетным Вятским проектом Кировским проектом И появляться другие Следующее направление Вот в рамках Сейчас Компании По активному поколению По православной инициативе Мы сделали Попробовали С Натальей Сделать Точечную работу С одним из районов области Благодаря То есть интенсивно туда направить Да Вот Своё внимание Ну если они к нам не идут Значит мы должны Мы можем Назвать район Да Мы естественно назовём Ну Есть такой у нас Замечательный район Тужинский Да Есть замечательный глава Ведякина Елена Вадимовна Которая вышла на Наталью Нет Она была у нас на семинаре Она просто пришла на семинаре Она пришла И я ее спрашиваю Вы будете писать заявку Она говорит Нет Ну я хочу понять Почему мои ничего не делают Вот И потом в течение недели Подчеркиваю Это чиновник Глава района В течение недели В которой включились мероприятия Связанные с 9 мая Да То есть мы понимаем Там интенсивность работы Обычно говорят Что в этот момент Муниципальный Мы не успеем Ничего Она сказала Мы успеем Вы только скажите Она в течение недели Во-первых Собрала Проинформировала Собрала свой район Во-вторых Она собрала еще 4 района 5 5 да Санчурск Кикнур Кикнур Яранск Лебяж Ярбаш Она собрала 5 районов Это было порядка 80 человек И мы приехали туда В Тужу Это важно Вне зависимости от результата Потому что Пока еще Мы не знаем результат Мы уже сейчас С ней Проговариваем О том Что Можно попробовать Провести Полноценные проектные школы В Тужинском районе И С выходом Возможно На какие-то Местные районные Грантовые конкурсы Вот как бы Она поняла В итоге Почему ее не делали Они никогда этим не занимались Они не писали Им хотя бы рассказать Они не информированы Они не знали про это Во-первых Во-вторых Они не умеют писать И боятся преодолеть себя Даже сессию написать Не информированы И не замотивированы И мотивированы Но она их замотивировала Вот она их замотивировала А как она их замотивировала Административно Палкой Да Да Она замотивировала Я думаю своей харизмой Сказала надо Она сказала надо Своей активностью То есть Это очень такой активный человек И замотивировала тем Что Для нее Это вполне понятно Каждые 100 тысяч Которые привлекаются В небюджетных средств На социальную сферу Это в конечном итоге В размере бюджета Тужинского района Очень серьезный вклад А если таких проектов Будет 5-10 Это миллион При всем при этом Надо 150 умножить Это еще больше Деятельность понятна И любое там Совершенное действие За эти деньги Это плюс То есть Для района В данном случае Минусов нет никаких Всего надо заставить Надо просто сесть однажды Собраться И написать заявку Даже если ты сам Не понимаешь Как это сделать Вот для этого И есть вот Люди объединенные Вокруг знания Вокруг ресурсного центра Вот эти эксперты Я думаю что И Николай Плюснин И Андрей Плотников Наталья Катаева По любому кипишу Подобная инициатива Дело не в деньгах Никто не просит денег Стужинского района За проведение семинаров Они готовы будут выехать В любой район Но к сожалению Их у нас 43 Это там большое Это можно сделать И это там Если это будет там Тоже понимание заказа Там вопросов нет Мы в данном случае Там Говорим о том Что там Давайте мы Ресурсный центр Тогда будем делать Действительно полноценный Но полноценный Не только с точки зрения Того что он объединяет людей И понятных направлений Поддержки Но и в том числе С пониманием Той поддержки Которая пойдет Со стороны власти Это там Не только бюджетное Финансирование Части затрат Но и в том числе Там содействие Им уже В том Чтобы продвигать Их на различных конкурсах Да Там придавать статус Там помогать Где-то советовать Там и так далее То есть вот Вот это тоже От них требуется Да просто Хотя бы письмо Поддержки писать Вот чтобы не приходилось За ними ходить Неделями Выдайте нам пожалуйста А пока у нас Соглашение Там Чуть уже Не полгода подписывается Простите Переверемся на две минуты У нас реклама И продолжим разговор С нашими гостями Натальей Шитько Председателем правления Кировской областной Общественной организации Общества знания И Михаилом Курашиным Консультантом Экспертом Фонда соработничества Продолжаем разговор С нашими экспертами Натальей Шитько И Михаилом Курашиным Мы говорим О том Как кировчане Получают поддержку В рамках проекта Активное поколение Православная инициатива Мы естественно С нашими экспертами Шагаем шире Потому что это Очень опытные люди Не только в этих Двух проектах Но и вообще Все что касается Гражданских инициатив Возможных грантовых конкурсов Развития муниципальных Инициатив И власти И я все-таки думаю Что вот Тот кусочек Который мы сейчас Обсудили В середине часа О том что Необходимо организовывать Реальный ресурсный центр Где будут работать Специалисты Которые будут Просвещать И давать реальные инструменты Муниципальным служащим И активистам Жителям региона Для того чтобы Все свои инициативы Развивать Поддерживать Дополнять бюджеты Благоустраивать И в конце концов Чтобы открылся Би Чего там Клуб Модульный клуб Гормон и я Гормон и я Вот Мы все вот Мы все время сидим И говорим о том Что все есть инструменты В Кировской области Не хватает Объединяющего начала И политической воли Сейчас напрямую обращаемся В министерство Информационной И внутренней политики Региона Друзья Подключайтесь Коллеги Просто возьмите Пока не растеряли В этот наш ресурс Потому что я вижу Как захватывают Наших экспертов От Владивостока До Калининграда Вас уже не застать Просто в Кировской области Ни одного И пока не растянули Наш ресурсный центр Другие регионы Кто активно в это включился Вы пожалуйста Сделайте то Что вот озвучивал Сейчас Михаил Курашин Просто сделайте Потому что Новых экспертов Вырастить Но это сложная задача Да Я рада конечно За Владивосток И Калининград И даже там Кто Миша Шевелев Откуда возвращался С Ямала С Саралина Вот действительно Тот ресурс Который создали Сами же внутри Светлана Я прошу прощения Мы оставим время Все таки С нашими гостями Поговорить немножко О проектах Прямо сейчас Потому что Прямо сейчас Я хотела сказать Ну давайте Только клуб Гормон И я Хотелось бы все таки Да Чуть шире Картины Охватить Давайте Наталья С вас Мы хотим Примера еще Потому что Конечно Самый яркий Мы уже озвучили Это кстати Это фишка Наверное Вот этого сезона Прекрасно Ребята уже выиграли За счет названия И за счет Креативной идеи Да Одно название Может так Цеплять Это уже важно В проектировании Конечно В проектном мышлении Но на самом деле Проекты В основном Просто по направлениям Или сказать Это здоровый образ жизни Актив лайф Вот там название Вот например Квилл фесты И так далее Конкурс Активные поколения Это люди старшего возраста Это люди старшего возраста Но это не значит Что они не могут Привлекать и своих У нас было и семейное волонтерство Это тоже Когда участвовали все семьи Но главное Тут Вообще в этом проекте Чтобы активность Самого пожилого человека Была видна в этом проекте Мне просто хочется Все таки Что вы туда Нас окунули Потому что Здоровый образ жизни Классный Подожди Но это вот разные Вот в прошлом году Например Был интересный Кельмезии проект Когда клуб пожилых людей Купили катамаран Байдарку 25 тысяч выиграли И поплыли просто по Кельмезии При том что Помним Какой был прошлый год Они сплавали Вода была высокая Вода была высокая Они очень долго получали Разрешение на эти сплавы Они в конечном итоге Сели Это просто трое Это очень круто Вот посмотри А можно я добавлю Еще про Кельмезии Потому что они Следующий шаг был Президентский грант И они его выиграли В семнадцатом году И они выиграли уже Это будет фестиваль Целый областной фестиваль Сейчас к ним готовятся Почему Как раз тоже Это будет байдарочный С плавом Объединение инвалидов Пожилых людей Это люди пожилого возраста Подчеркиваю Да и инвалиды Расскажите Еще пожалуйста Потому что Мы бы с тобой не догадались Под здоровым образом жизни И повышением социального статуса Байдарка Байдарка И клуб пожилых мужчин Которые хотят Ну приведу еще один пример Но это вот Не прошлогодний А позапрошлогодний Проект Налинского Тоже инициативная группа Они сказали Мы хотим для пенсионеров Проводить зарядки Ну как бы Все понятно Вот они там собираются На отремонтированном В рамках ППМИ Стадионе И проводят там Свои зарядки В то же время Там проводится Замечательно Всероссийский фестиваль Черковский фестиваль Черковские вечера Музыкальный Да И было принято решение Шар голубой И было принято решение А почему бы не объединить Эти два мероприятия То есть от них От самих же Эта идея вышла И получилось Очень интересно То есть В рамках Их физкультурных зарядок Принимали участие Все участники Фестиваля Все члены жюри Включая Народную артистку России Наталью Исаеву И пели Пели они уже Уже потом То есть Это мероприятие Получило вот Такой масштаб Это были жители города Это были пожилые люди Это были приезжие Это были известные люди Это было масштабное Серьезное мероприятие Красиво Красиво Полезно Полезно И вовлекли огромное Количество жителей Вовлекли огромное Количество жителей То есть Таких проектов На самом деле Креатив Возрождается Вообще непонятно Откуда Но в то же время Мы понимаем Что потенциал Людей старшего возраста На подобные Идеи Он достаточно высокий Или Предположим Проект Когда Сами пожилые люди Говорят А давайте мы будем Развлекать детей То есть Мы же приукли Обучать Обучать Да Кулинарным И прочим И кулинарным искусством Жить здорово У нас был проект Ой Кушать Нет Вкусно Вкусно жить Вкусно жить То есть Это не стенание По поводу того Что там Вот мы пожилые Мы забытые И так далее Они сами говорят А давайте мы вот будем Берем детей Вот мы умеем это делать Будем это делать И будем этому учить И таких проектов Достаточно много Сейчас достаточно сложно Говорить по тем проектам Которые пришли на этот год Потому что Ну Во-первых Это все-таки еще пока Не проанализировано Нет Это еще пока Конкурсная процедура Да То есть Вот То есть мы можем судить По названиям По кратким аннотациям Но я думаю Что и в этих проектах Будет много интересного И то же самое Там и по православной Инициативе Всегда Проекты Которые там Идут от старшего поколения Они очень интересны То есть молодежь Она понятна Там Дайте нам фестивали Дайте нам там Развивать добровольчество Там А вот То что касается пожилых людей Это всегда достаточно креативно Ну вот еще Ну очень много действительно Творческих проектов Про развитие творчества Причем совместного Там дети Внуки Бабушки Дедушки В этом году Много заявок По туризму Виртуальному По каким-то Краеведческим делам По изучению Современных технологий Да Проектов Я не знаю Но очень Достаточно прилично И это именно Из районов области Из районов области Это то место Куда мы из Кирова Никак не соберемся поехать Но может быть Открыв страничку в интернете И увидев Как там здорово Мы все-таки сядем за руль Или купим билет на автобус И доберемся До туда А надо бы не только За границей посещать Надо бы и по районам Нашей области Поездить Слушайте Я увидела еще один проект Дедушка на час Вот это я его Услышайте Как здорово Вот дедушка на час Ну это проект Подосиновского района Здесь как раз Дедушки Я так понимаю Берут подростков Оказавшихся В трудной жизни Ситуации К себе Вот это Скажем так Для совместного творчества Для адаптации Как наставничество Видите дедушки Не бабушки Прекрасно Это прекрасная идея В общем мужчины руля Интересно Да Да Комната Где будет Вот дедушки И с подростками Тоже Совместная какая-то Это очень А потом вместе На рыбалку И на охоту Может быть Еще куда-то Да Очень интересно А давайте Прямо сейчас Решим Если бы это было В наших силах Поверьте Вы знаете Иногда Некоторые проекты Ты влюбляешься в них Потому что Ты помогаешь Ты консультируешь Ты тоже проживаешь Его вместе с тем Кто его пишет Но влиять на Работу экспертного совета Мы как координаторы Не можем И я стараюсь Вообще Не выработают Никак не влазить Как работает Экспертный совет У данного конкурса Собственно Как и у многих Конкурсов На самом деле Существует Несколько этапов Экспертизы Почему вот Там в прошлом году Из 29 Только там 10 Выдвинуло Это на самом деле Сначала Проекты Просматривают Эксперты Обсуждают их А потом уже Региональные эксперты Защищают эти проекты Перед Межрегиональным Экспертным советом То есть мы Как бы так Вот как Наталья сказала Там прикипаем К этим проектам Вы за каждой боретесь И за каждой Идет борьба Реальная борьба Да то есть Если в первом году Мы один по моему Не удалось нам Отстоять из 11 В том году Удалось отстоять Из 10 Да там Поэтому Там требования К тому что Там за хорошие идеи Должна быть еще И хорошая заявка Не существует Но нужно понимать Что все равно Экспертиза Мы можем Выслушать Множество мнений Да там Эксперты могут Выслушать Множество мнений Но Решение будет Приниматься Вот именно Каждым экспертам Каждый эксперт Самостоятельно Там Автономно Да там Просматривает заявки И потом уже Совместно обсуждает Каждую заявку То есть решение Все равно Эксперт принимает Исходя из Вот собственно Того что он сам С своего Субъективного мнения Поэтому Это правильно Это да Потом это все Аккумулируется Да А потом еще и защищается На межрегиональном Где надо понимать Что есть другие регионы Есть другие эксперты Которые также бьются За свои проекты И как бы Все заинтересованы В том чтобы Как можно больше Проектов Из своего региона Было Михаил По православной инициативе 11 11 проектов Из Тужинского района Всего 15 А из тоже 15 Можем какие-то Самые яркие назвать Или это как-то Ну а там все еще сложнее То есть если здесь Заявки принимаются У нас В знании То там Электронная площадка То есть там К сожалению Пока только Есть перечень Этих заявок А сами Подробностей пока нет Ну какие-то из них Там большинство из них Мы как раз Консультировали Когда мы находились В Тужинского района Самые как бы Вот такие популярные Это что Ну смотрите У них вот Мне очень понравилась идея Мы потом съехали Когда обратно обсуждали Вот у нас В каждом из районов Появляется Своя какая-то Вокальная фишка Оричевский район У нас поет В полном составе Там поют все Да то есть Там у них В течение года Проводятся разные Отборочные мероприятия Поют там Не только ветераны Поют прокуратура Администрация Милиция Пожарная Какой прекрасный район Я предлагаю вам съездить В Вятскополянском районе У нас Битва хоров Межрайонная То есть Притом Это не просто там То есть в Оричах Индивидуально поют А в Вятскополянском хором Не просто там Какая-то такая Самодеятельная вещь А у них Действительно С полноценной Шоу-программой Качественный звук Качественно выставлены Профессионально выставлены Хоровые исполнения Они поют песни От народных До Ремиксов И так далее Я вот присутствовал Слушайте При том, что У них полные залы У них гала-концерт Предполагает Два концерта подряд То есть сначала Один концерт Который финальный Где жюри подводит итоги И пока жюри Подводит итоги Проводится еще раз Этот же концерт Для других уже зрителей Платно Залы полные Вот А в Тужинском районе В одном из сел Село Ныр Есть идея Развития дуэтов Притом дуэтов Межпоколенческих Бабушка и внук Они написали проект Талантливый вместе Он называется Ну я думаю, что Аналогично Они подали И на православную инициативу То есть это вообще Еще по всей теме Это тоже достаточно интересно Дуэты Межпоколенческие Я такого не видела Вообще Если честно Кроме Эдиты Пьехи Я не видела И ты жалеешь И каждый раз Когда это слышишь Ты жалеешь Что все-таки Вот эта идея Как-то структурировать Правильный Помочь И направить И заниматься Предметно Событийным туризмом В Кировской области Она на полтора года Тоже как-то у нас завяла Потому что прямо Требуется Требуется Это тоже как раз К разговору Общества и власти По заказу В том числе По развитию Социальных направлений То есть развитие туризма Поэтому вот Вот это все надо делать Я благодарю наших гостей Михаила Курашина Консультанта Эксперта Фонда Сработничества Назалью Шитько Председателя правления Кировской областной Общественной организации Общества знания За сегодняшний эфир И за экскурсию Такую По нашим районам Каждый раз После таких эфиров Мне хочется Вот просто Сесть и поехать И все это смотреть А не в следующий раз Берем вас с собой Отлично Говорили все Вам по статусу положено Спасибо Спасибо Завершаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин